всем привет с вами вета и я продолжаю играть в sims 4 и это уже 34 если я не ошибаюсь серия моей династии вильямс и эту серию я начну пожалуй с нашего городка виллоу крик для того чтобы рассказать немножечко так о небольших изменениях которые у нас тут произошли во первых совсем недавно я переселила из другого весьма странного летсплея сюда своих героев тот летсплея закрыла его больше не будет а герои теперь живут у нас это получается наша семейка блин все спалила наша семейка баркс которая у нас проживает в бриндлтон бэй вот их домик я переселила и переселила я сюда получается эрин со своим новым мужем норманом и их питомцами кошечкой миледи и енотиком томми а куда же у нас делся брайан ну я думаю все уже успели заметить брайан брат эрин у нас теперь живет вот здесь вот да он живет у нас в одном домике с ирис но я как бы так объясню это так что получается эрин и ее мужу захотелось пожить отдельно брайн все прекрасно понимает он стал искать куда переехать и нашел общем-то домик в котором проживает вот такая вот девушка у которой недавно умерла и и пожилая соседка и теперь ей очень одиноко и она общем-то они познакомились и она предложила брайану пожить у него но впоследствии они там типа вышли за вышла за него замуж в общем-то они поженились да и теперь они живут вдвоем и с ними живет их питомец волк также при переселении у меня тут произошло весьма печальное событие в общем когда я переселяла барксов сюда у меня эрин была беременна то есть они с норманом тогда вот еще после свадьбы я им сделала в ухо она оказалась беременна и в общем-то я планировала беременную и переселить сюда чтобы она беременна я ходила здесь по городу в общем-то вот и я не знаю я ее куда всегда переселяла она была беременная я это проверяла то есть это никак там не слетела ничего то есть она у меня была беременна в общем-то сегодня захожу в игру там зашла немножко кое-что подредактировать смотрю она уже не беременна я не знаю в чем прикол общем то если она действительно не беременна то видимо мне придется заводить ребенка им через касс но в общем то это не суть важно но я вот надеялась что будет у меня беременная симка ходить по городу брайану и ирис я тоже впоследствии сделаю ребенка но я думаю это произойдет чуточку позднее вот так вот так же я заметила так не то я заметила что у нас в семейке мартелис повзрослели наши мальчики честно не помню как их зовут одного из них зовут малкольм а другому зовут дэвид или давид вот не помню в общем то они у нас стали детьми и я обратила внимание что игра каждому из них дала по отрицательной черте то есть один из них по моему злой а второй нет один из них привереда до один из них привереда а второй из них по моему неряха такие вот у нас дела также что я еще тут изменила сейчас посмотрим по прочим семьям я завела еще одного ребенка нашему нику и его жене юки это маленькая девочка сакура и также я завела им маленького котеночка в общем то я решила что теперь буду стараться заводить питомцев тем симом с которыми мы там как-то общаемся имеем к ним какое-то отношение я решила буду заводить им питомцев наш в нашу династию кстати говоря тоже решила со временем завести питомца то есть раньше я этого не планировала делать потому что и так у нас максимальное количество симов это восемь из питомцы тоже в это число входит а потом решила что пока у нас первое поколение и второе поколение еще растет почему бы нам не завести хотя бы одного питомца то есть пока у нас наши девчонки окончательно подрастут там когда у нас уже нашим основателям придет время умирать то к того времени скорее всего и питомец у нас тоже уже умрет к сожалению вот так вот так что питомец у нас я думаю в скором времени появится я даже уже знаю к какому событию я приурочу скажем так появление питомца да в общем то что я еще сделал я на самом деле всего ничего сделала я вот изменила сыночку панкейков прическу точно был такой огромный шар на голове я ему сделал все таки нормальную более-менее прическу да конечно у панкейков генетика ужасная особенно у боба я вот если честно когда их размножала я не думала что все будет настолько плохо ну да ладно у готов тоже я изменила сыночка подросшего кассандры дона он у меня теперь весь такой во всем готическом стиле я думаю если мы встретим его в городе мы я вам его покажу тоже завела им питомца лисичку которую назвала блэки ну и пожалуй все кстати заметила что у нас уже умер мортимер при этом бэлла все еще взрослая и кассандра уже тоже взрослая хотя она дочь бэллы общем то что то странное происходит с возрастом честное слово я удивлена почему у нас боб и лизы еще не постарели в общем то очень странная у нас что-то происходит с возрастом вот эти вот барышни у нас все еще взрослые в общем то кто у нас еще должен был постареть как мне кажется так ну я даже не знаю вот эти ребята мне кажется должны были уже постареть не знаю может вот этих персонажей как-то нам включить сюжет короче не знаю я пока что общем странные у нас какие-то тут очень много странных симов чем-то даже не знаю я думала на самом деле тут половину всех по удалять заселить каких-то своих но я думаю так будет неинтересно я думаю проще будет уже когда у нас будут расти наше второе поколение когда у них появятся дети тогда уже мы будем придумывать что-то новое добавлять какие-то новые семьи в общем да ладно я уже шесть с лишним минут болтаю я думаю пора нам играть за нашу семейку и что же нас ждет сегодня итак мы находимся в нашей семейке велит у нас вновь рыбачит что же делать наши остальные симы кстати опять у нас бюджет практически на нуле опять у нас 80 7 миллионов а почему у нас это все а сейчас я вам покажу почему кстати адам у адама созрели яблочки адаму надо бы их собрать блин игра у меня чуть опять подлагивает ладно адам у нас пока немножечко покушает и пообщается с ванессой пообщается с николь в общем то проснулись у нас наше сонное царство так мы с одноклассником поспорили кто из космических монстров сильнее и чуть не подрались я сказала что арктикорн а он сказал что свинтер кто из нас прав ну давайте я не знаю я даже не знаю либо мы поддержим дочку либо не знаю они одинаково сильны давайте скажем что арктикорн улучшен показатель контроля над эмоций ухудшен показатель решения конфликтов молодец адам адам дал ванес очки нашей совет в общем то наши ребятки завтракают а я тем временем представляю вам еще один и большой ремонт который я сделала в нашем династийном доме да все никак я не успокоюсь с этим дурацким ремонтом ну что поделать в общем то что я сделала я наконец-то переселила виолетту и адама куда я их переселила я сейчас вам покажу в общем то я расширила нашу гостиную теперь она выглядит вот так вот то есть вот она наша гостиная тут парочка диванчиков столик телевизор в общем то я считаю тут стало очень даже уютненько я думаю я не буду отделять гостиную как отдельное помещение она у нас будет вот так в общем то здесь у нас какое-то опять же непонятное пространство я ребятки учусь строить блин вот правда я очень плохо строю я это знаю я пытаюсь учиться я надеюсь что у меня со временем начнет получаться вот здесь я поставила такой небольшой кабинетик тут у нас наше получается шкаф с книгами и со всякими открыточками здесь у нас компьютер стоит здесь у нас шахматный столик виолетта ловит рыбу и смотрите еще тут я повесила наши плакаты но по-моему они не очень-то хорошо смотрятся так что я думаю их стоит куда-нибудь перевесить в общем что-нибудь мы с этим придумаем николюшка пошла мыть тарелку кстати я думаю следует нам поставить раковину на кухню просто потому что чтобы симы они бегали у нас в ванную ну конечно у нас есть на набак но тем не менее адам пожалуйста зайка собери так давай ты не будешь пожалуйста уплакиваться давай ты так давай ты продаж сейчас урожай яблок продаж все продаж весь урожай яблок и также продаж урожай груш и заодно давайте поухаживаем за нашими растениями давайте все по продаем так все по продаем по продаем так будем зарабатывать денежки так тут надо будет собрать урожай морковок просто потому что нам нужно собирать морковки чтобы у нас виолетта родила мальчика николь тут у нас выбрасывает какой-то мусор а николь у нас собирается стирать одежду господи ты же моя зайка так ну николь ну господи николь выйди пожалуйста у тебя сестра моется так короче ладно продаем одежду но кстати говоря чистая одежда стоит намного дороже я тут узнала чистая одежда у нас стоит 50 миллионов так николь чё бы нам тебе какое бы нам тебе дать задание я даже не знаю давайте знаете что у нас будет делать николь давайте николь у нас будет сейчас где же это делается по-моему это вообще не у нас находится давайте найдем друга по переписке я хочу чтобы у нас николюшка собирала коллекцию открыток да это очень хочу и заодно пусть у нас девчонки повышают свои потребности так продолжаем одному на одному давать действия собирать урожай адам не смей морковку пахты козлина блин так стой 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 пожалуйста так давай а все он блин он собрал урожай ладно продавай дальше ах ты козлина ты блин козлина я написала сообщение на форуме друзей для переписки теперь осталось сидеть и ждать может кто-нибудь ответит николюшка у нас сидит и безумничает давайте мы добавим стенки и сделаем скриншотик нашей николь в общем-то надо нам сим нашим заниматься чем-то полезным так куда она пошла на у нас пошла развивать танцевальный навык но я моё николь давайте у нас займешься чем-то более полезным я даже не знаю чё ей нам надо сделать я даже не знаю так домашняя работа блин николь ладно давайте у нас с кем-нибудь пообщаешься давайте у нас кем-нибудь пообщаешься и пригласишь кого-нибудь в гости давай ты пригласишь на свой участок до восьми персонажей а давайте она начнет собрание клуба почему бы нет давайте начнем собрание клуба так где это делается давайте начать собрание давайте останемся здесь значит члены клуба извещены и скоро приедут я надеюсь что мы с вами сейчас хорошо проведем собрание адам у нас продолжает так значит адам у нас уже все собрал все продал и давайте попробуем поудобрять давайте что у нас давайте у нас много базилика давайте базиликом будем это удобрять поговорим с растением так поливать мы ничего не можем а нет можно давайте полить все выберем действия немножко у нас так хорошо ли себя чувствуют растения так давайте поговорим еще с растениями и сейчас адам у нас будет все поливать я надеюсь что у нас растения будут потихонечку улучшаться так вот он говорит с растением виолетта у нас поймала яблоко так давайте виолеточку нашу отправим а то она он уже у нас уже хочет в туалет и пришли наши ребятки танцевать так и виолетта пойдет у нас по потребностям давайте господи кто плачет кто плачет ирма ирмочка дорогая зайка что у тебя случилось боже мой ирма пошла поплакаться в кровать к николь в общем-то вот у нас танцуют наши тусовщики отлично проводит время так я думаю виолеттим фу виолетте николь думаю может стоит пообщаться с адрианом давайте попробуем потанцевать конкретно с ним давайте не знаю выразим восхищение короче всячески с ним пообщаемся предложим научить танцевать и посмотрим что у нас по клубным баллам клубных баллов у нас 391 так можно попробовать порассказывать анекдоты и и знаю так искренний комплимент давайте с маркосом поговорим хотя маркос у нас блин козел немножко да давайте расскажем анекдот про sunset valley так нет хвалить внешний вид давайте лучше похвалим внешний вид у этого у адриана задать рискованный вопрос так вообще что мы можем с ним поделать давайте посмотрим поцеловать в щелку спросить если пара давайте спросим что это вот так вот у нас все здорово адам подождите а адам достиг 7 уровня в навыке садоводства ну хорошо адам у нас пока все поливает так растение в принципе у нас так хорошо себя чувствую да так давайте с морковочкой поговорим так что у нас тут еще можно сделать так ну ладно в общем то я думаю у нас все хорошо будет с растениями так 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 ладненько я думаю а дома можно уже отправлять поделать что-нибудь на столярном станке так давайте создадим мебель давайте создадим ванну чтобы получать денежки кстати 1203 символиона символиона у нас уже есть что делает николь николь у нас пошла учиться танцевать так николь пожалуйста сходи в туалет и я думаю их свинцы сейчас нужно будет отправить кое-куда а что насчет комнаты пряри ты и адама в общем то это чудо у нас выглядит немножко вот так сейчас покажу все полностью общем то вот так вот у нас пока все выглядит пока у нас вот так вот частично есть крыша здесь еще я буду добавлять комнаты по мере надобности пока что общем то у нас это выглядит так в общем второй этаж у нас весьма весьма-весьма странный, но, в общем-то, вот такая вот у нас теперь уютненькая спальня у Виолетты и Адама в таком зелененьком стиле, все зелененькое, здесь у нас, получается, занавесочки, кроватка, фотография висит над кроватью, и, в общем-то, так вот все у нас замечательно. Виолетте через час нужно на работу, а Виолетта, зайка, ты у нас что делаешь? Виолетта, давай, пожалуйста, ты повысишь свое питание, так, поешь, пожалуйста, порцию жареной, стоп, нет, нельзя это есть, стой, Виолетта, пожалуйста, открой холодильник, открой холодильник, и, пожалуйста, возьми вот эту порцию, действительно, значит, вот это мы сейчас выкинем, вот это мы сейчас выкинем, так, и давайте посмотрим, что у нас по испорченной еде, значит, это у нас пока нормально, вот это вот у нас испорчено, это вроде как ничего не испорчено, в общем, Виолетточка у нас сейчас отправится на работу, это мы все выкидываем, рыбку мы, конечно же, продаем, рыбку продаем, Виолетта, молодец, половила у нас рыбку, и, так, и, я думаю, теперь нашу Ванессочку и нашу Николь следует отправить кое-куда, в общем-то, у нас Николь пошла учиться танцевать, я думаю, собрание клуба мы можем закончить, да, у нас, в принципе, уже неплохо, так, клубных баллов, хотя, знаете, давайте отправим только одну Ванессу туда, куда я хотела, давай, Ванессочка, выбирай действие отправиться, никого мы с собой не берем, наверное, и, Ванесса, отправляйся. Итак, наша Ванессочка, кстати, Виолетта на работу отправилась, наша Ванессочка у нас прибыла в семейство Мартелесов, так, давай ты поговоришь с лучшим другом Акселем, она пришла к своему лучшему другу, чтобы с ним пообщаться, и увидела, что тут наши братики, братики нашего Акселя у нас повзрослели, и поэтому нам нужно с ними познакомиться, чтобы они у нас были в знакомых. Значит, приветствует Ванессочка, это у нас кто такой? Это Малкольм Мартелес, боже мой! Джошуа тут тоже обнимает своего сыночка, я вот честно, я не помню, кто из них там кому родной брат, кто двоюродный, вот честно, они очень похожи, я их специально делала одинаковыми тоддлерами-одногодками, скажем так. Давайте, кстати, блин, слушайте, знаете, что я не сделала? Я хотела передать нашей Ванессочке фотоаппарат, чтобы она могла сфотографироваться с Акселем. Я хочу их сейчас отправить гулять, вот Малкольм, кстати, у нас неряха. Ванесса, кстати, сейчас одета в одежду из нового дополнения Пучкославия. Белла Готт у нас тут проходит, и давайте, в общем-то, общаться. Будем общаться с папой, с дядей, так получается, Джошуа у нас папа Акселя, а вот кто его сын Малкольм или Дэвид, я вот не помню, честно. Ванесса у нас достигла шестого уровня в навыке общения, давайте у нас с этим мальчиком тоже пообщаешься, с Дэвидом. Пожалуйста, поприветствуй Дэвида. Надо, чтобы у нас детишки между собой общались, в общем-то, будем делать разные скриншотики, и я думаю, сейчас нам нужно их отправить погулять в парк, просто потому что Ванессе осталось совсем чуть-чуть, и у нее уже будет десятый уровень в навыке моторики. У нее уже моторика на 61% завершена, и я думаю, нам следует отправить их всех вместе в парк. Так, Ванесса, пожалуйста, поприветствуй Дэвида. Ванессочка, давайте посмотрим. Так. Ну, походу, она его поприветствовала. Что-то какая-то она немножечко, не знаю, странная. Так, попросить совета в наборе текста. Так, давайте поднимем настроение. В общем-то, нужно нам знать этих всех детишек, просто потому что Мартеллисы наши хорошие друзья, и я надеюсь, что они не одно поколение будут нашими хорошими друзьями. Так, давайте с Акселем, конечно же, пообщаемся. Блин, жалко, что я фотоаппарат не взяла, честное слово. И Джошуа у нас тут стоит на пороге. И нас уже, кстати, пустили в дом, как видим. Что у нас, кстати, по Мартеллисам? Синти у нас тут дома ходит. Герц и Ариана как-то взаимодействуют между собой. Они же у меня муж и жена, получается. Так, все, повзаимодействовали, пошли. А Ирмочка находится у нас дома. Так, камера у нас тут летает во все стороны. И Ванесса продолжает общаться с этими мальчиками. Идет у нас... Боже, как ее зовут, не помню. Как тебя зовут, девочка? Мелоди Киба у нас идет. Блин, я пропустила действие. Так, стоп. Я хочу, чтобы они... Я хочу, чтобы они обнялись у нас на камеру. Вот у нас такая вот дружба. Давайте, кстати, может, попробуем поиграть от первого лица Ванессой. Давайте попробуем поделать всякие разные действия. Давайте попробуем. Так, смешно представимся. Давайте Джошуа. Я, кстати, думала, что она его знает. Так, шутка для своих. Так, все, немножечко летает. На самом деле, прикольно. Я, на самом деле, плохо понимаю, нафига нам нужен этот режим от первого лица, но он прикольный, да. Предложить обмен космическими монстрами. Так, давайте попробуем его обнять. Посмотрим, как выглядят у нас обнимашки от первого лица. Давай, попробуй обними Акселя. Смеяться над взрослыми давайте попробуем. Я, в общем, хочу, чтобы они были лучшими друзьями. Очень хочу, чтобы они были лучшими друзьями. Сказать анекдот про куриную попку, поделиться секретом. Попросить совета в наборе текста. В общем, будем делать такие весьма странные скриншотики. Так. Господи, как это мило, серьезно, ребят. Это очень мило. Я боюсь, что мы сегодня опять не успеем сходить погулять. Так, куда ты уходишь? Чувак, куда ты уходишь? Так, ладненько. Я думаю, нам сейчас пока следует выйти из этого режима. Боже, какой кошмар. Я могу вращать головой на 360 градусов, прямо как сова. Так, я не знаю, кто ты такой, чувак. Так, давайте. Валять дурака. Давайте пока что. Ой, боже мой, голова, бедная Ванесса. У нас чуть без головы не осталось. Так, ладненько. Я думаю, мы познакомились. И теперь нам следует отправиться в парк. Давайте отправимся. Берем с собой Акселя, Малкольма и Дэвида. И теперь пойдем погулять в какой-нибудь парк. Итак, я решила выбрать парк Папперстоун в Бриндлтон Бэй. Просто потому, что мы, в принципе, в этом городке еще особо не были. И наши детки пошли играть в пиратов. Так, почему у нас такой медленный режим табуляции? Я не знаю. В общем-то, Виолетик у нас работает. Давайте назначим ей действие упорно работать. Так, мальчики, а вы что не играете? Вы что, с ума сошли, ребят? Так, посмотрим, что у нас у Виолетты по навыкам. Точнее, не по навыкам, а по карьере. 50% у нее готово приготовление еды. И она у нас до 5 часов на работе. То есть, скоро она у нас придет. В общем-то, поздновато я ей назначила действие упорно работать. Но я надеюсь, что ее все-таки повысит. У нее хорошая продуктивность. У нее выполнены все навыки. И у нее почти на 100% была завершена еда. В общем-то, наши ребята играют в пиратов. Ванессочка повышает свой навык моторики. Она у нас хорошистка в школе. Так, моторика, моторика. Давайте посмотрим, что у нас по моторике. Почти у нас развит этот навык. Так, Ванесса, пожалуйста, развивай навык. Я тебя очень прошу. Давайте с разных ракурсов поделаем скриншоты. Тут у нас, короче, собрались ребятки, которые наблюдают за поединком Кассандры и Ирис. Так, давай дискотис с горки. Так, это кто у нас? А, она хочет поболтать с Дэвидом. Я даже не знаю, может, Адама сюда отправить или Николь. Я вот не знаю, если... Так, Виолетта приносит 527 миллионов и отлично справляется. И зарабатывает день отпуска. Это хорошо. Значит, давайте у нас Виолетту отправим спать. Она у нас будет заботиться о себе. Так, Адаму, я думаю, тоже можно назначить заботу о себе. Так, а Николь... Вот, кстати, Николь, интересно... Смотрите, кто пришел, ребятки! Волк! Волк пришел, вы посмотрите! Боже ж ты мой! Только переселила Симов сюда, они уже тут пришли. Смотрите, у нас тут Блэйки тоже отдыхает. И волк у нас пришел гоняться за своим хвостиком. Боже ж ты мой, как все здорово! Слушайте, давайте, не знаю, отправим сюда Адама. Серьезно, давайте отправим сюда Адама. Так, Адам у нас пришел сюда. И давай ты у нас пообщаешься с Ирис. Давай ты у нас пообщаешься с Мия. Так, кто у нас еще тут есть? Пришел у нас наш Адам. Волк, а ты что, типа один? Хозяева за тобой не смотрят? Боже, бедный пес. Да, у меня, походу, тут вся серия состоит из какой-то пустой болтовни. Ванессочка, зайка моя! Боже мой, Ванесса, я тебя поздравляю! Боже, ты же моя хорошая! Выполнила Ванесса... Блин. Выполнила Ванесса жизненную цель. Боже, как я... Ой, как я рада, ребятки! Так, Ванесса осваивает навык моторики. Так, давайте сейчас почитаем. Так, давайте сделаем скриншотик. Я сейчас страдаю какой-то полнейшей ерундой. Ванесса. Так, давайте посмотрим. Ванесса у нас освоила навык моторики. Так, жизненная цель выполнена. Так, Ванесса исполнила свою детскую мечту стать юным спортсменом. Получены черта характера, физическое совершенство. Физические данные развиваются быстрее. Нет, боже, мы выполнили жизненную цель ребенку. Как я счастлива, вы не представляете. Я думаю, можно ей выбрать какую-нибудь новую жизненную цель. Так, ну давайте... В принципе, у нас не так уж и много... Не так уж и много осталось до взросления. Так что давайте выполним какую-нибудь, я даже не знаю. Но интеллект нам точно, я думаю, не нужен. Давайте... Не знаю, давайте выберем ей светского львенка. Почему бы нет? Нет, вот у нас новая жизненная цель. Теперь мы можем общаться, знакомиться. Но это все не важно, так как у нашей Ванессочки осталось 4 дня до взросления. И, в общем-то, нам не важно, какая у нее... Выполним мы эту жизненную цель или нет, она у нас будет просто... Просто будет уже взрослеть, и уже ей в подростковом возрасте выберем нормальную жизненную цель. Давайте поприветствуем дружески. Почему-то у нас не выполняются эти действия. Приветствовать дружески. Пришел у нас Александр Год. Давайте жизнерадостно представимся. Давайте поприветствуем волка. В общем-то, видите, как у нас все здорово. Так, кто это у нас грустненький идиот? Ванесса, ну иди познакомься. Ванессочка, пожалуйста, иди познакомься. Это у нас кто? Это у нас Рокси Берр. Давайте поприветствуем дружески. Тоже будет у нас не только друзья-мальчики, но и подружка тоже. Она у нас грустная. Давайте мы ее успокоим. А то у нас, смотрите, Дэвид, Малкольм, Аксель. Все сплошные мальчишки у нас. Так, это у нас кто такая? Да, я не знаю, кто такая. Какая-то Анания. И давайте... Давайте эту девочку как-нибудь поразвеселим, не знаю, рассмешим. Давай попросить провести время вместе, поговорить про школу. В общем-то, сегодня у нас будет такая серия, состоящая из общения. Причем преимущественно из общения Ванессы. Уходит у нас Ирис, Мия или Сия. Я не помню, она Сия или Мия. Не помню, честно. Так, шестой уровень в навыке общения достигла наша Ванесса. И давайте посмотрим, что ей нужно. Познакомиться с пятью новыми персонажами. Давайте ее обнимем. О, смотрите, какие обнимашечки. Лисичка у нас тут ходит. Так, давай ты осторожно поприветствуешь лисичку. Интересно, это будет считаться за приветствие персонажа? Я даже не знаю. В принципе, лисичка у нас, как видите, не против. Давайте узнаем ее получше. Давайте погладим. Кстати, это у нас засчиталось за приветствие персонажа. Давайте предложим ей дружбу. Она у нас, по-моему, я не помню уже, какие ей черты выбирала. Но, по-моему, она у нас игривая такая лисичка. Давайте побольше всяких классных скриншотиков поделаем. Вот у нас еще какие-то детишки идут. Ой, Брайан пришел, ребятки. Слушайте, все. Я, короче, тут надолго, ребята. Пришел у нас тут Брайан. Блейки у нас любопытные. Давай тоже поприветствуем дяденьку. Так, они у нас играются. В общем-то, буду я потихонечку осваиваться в четверке. Давно пора. И еще одна девочка у нас тут что-то делает домашечку. Это у нас Мия Гот. И давайте смешно ей представимся. Это у нас Мия, дочка Александра и Си. И Адам у нас уже хочет так, есть. Точнее, спать. Сегодня в баре мужской вечер. Давайте сходим и повеселимся. Так, Герц, давай ты, пожалуйста, не сейчас. Пожалуйста, Герц. Давненько, кстати, я не устраивала вечеринку Адамом. Я вот уже не помню, в каких местах мы устраивали вечеринку, в каких не устраивали. Надо, короче, нам срочно устроить вечеринку Адамом. И уже, наконец, выполнить эти дурацкие... Стоп, ребята. Вы тоже это видите? Почему у нас жизненная цель сбросилась? Ребята. Это вообще, как понимать, скажите... Господи, Sims 4, что это за странная игра такая? Я даже не вообще, блин. Все, короче, я расстроена. Я расстроена просто до ужаса. Что-то сплошные разочарования у нас. Сегодня... Ну да ладно, Ванессочка у нас выполнила жизненную цель, Ванессочка у нас молодец. Давайте поднимем настроение, давайте узнаем ее лучше. Про ветреную погоду поговорим. В общем-то, все. Ей поделаем всякие действия по отношению к... Господи, что ж ты такая грубая-то, боже мой. Так, Виолетта. У Виолетты плохое общение. Виолетта, почему ты не занимаешься собой? Скажи, пожалуйста. Давай, пожалуйста, позаботься о себе. Так, Николь. Пожалуйста, тоже... Почему у меня Симы не занимаются повышением своих потребностей? Скажите, пожалуйста. Так, Адама, я думаю, тоже уже пора отправить домой. Хотя, наверное, нет. Адам у нас играет в шахматы. И у нас уже, кстати говоря, вечер, друзья мои. Так, какие-то у нас тут... А, это у нас ночи, кстати, хекингов. Давайте, я думаю, познакомимся с кем-нибудь Ванессу. Так, давайте на паузу поставим. Приметный новичок. Давайте попробуем представиться и присоединимся к приключениям пиратов. В общем-то, будет у нас Ванесса сегодня общаться. И у нее уже фиговенькое, на самом деле, питание. Вот бежит-бежит наша Ванессочка. Общаются тут у нас наши детишки. Так, Ванесса, давай, иди присоединяйся. Что-то все у нас сегодня ходят грустные. Что случилось? Неужели у всех кто-то умирает? Ну, хотя, да, в принципе, если у нас Сия грустная, точнее, Мия грустная, можно предположить, что она грустит из-за смерти дедушки Морцами. Представилась у нас Ванессочка. Так, давайте другие варианты попробовать представиться. Блин, ребята, все Симы у нас уже хотят кто-то есть, кто-то спать, я не знаю. Давайте попробуем отправить всех домой. Я, наверное, сейчас вернусь, когда у нас уже будет все хорошо с потребностями. Волк тут у нас носится. В общем-то, здорово. Тут у нас собачки всякие ходят. И, в общем-то, отправляем мы всех Симов домой. Отправляем Адама, отправляем Ванессочку. И смотрим, что у нас уже можно будет сделать с нашими остальными девчонками. Адрианчик, ё-моё. Слушайте, все, я придумала. Я отправляю их домой. И Николь я отправляю сюда. Давайте отправим сюда Николь. Николь, ты у нас отправилась? Да, Николь у нас отправилась. Так, этим мы назначаем заботу о себе. Адаму мы назначаем заботу о себе. И Виолетте назначаем заботу о себе. А Николь у нас будет общаться с Адрианом. Давайте, я думаю, можно как-нибудь с ним пообщаться. Давайте попробуем посплетничать. В общем-то, давай, Николь. Тут у нас не зря пришел к тебе твой возлюбленный. Ну, как возлюбленный? Давайте заключим в объятия. У Николь, в принципе, довольно-таки неплохие потребности. И давайте попробуем пообщаться. Давайте похвастаемся нарядом. Так, романтика. Что мы можем тут поделать из романтики? Давайте пофлиртуем, позаигрываем. Пришел, кстати, Маркос. Но Маркос у нас немножечко опоздал. Так, подождите. Нет, романтику нам лучше пока не делать. Давайте попробуем попросить утешения. Блин, что-то я так немножечко полезла со своей романтикой. Просто не в тему. Давайте пофлиртуем. Ванесса, блин, кушай, пожалуйста, роднуля. Вот не нравится мне, что они не повышают свои потребности. Давайте просим утешения, поплакать. Так, ну все, пропало у нас смущение. Так, спросим про вуху. Давайте позаигрываем. Значит, плохие у нас немножко отношения. Но я думаю, нам стоит их как-то поулучшать. Ну что, Адрианчик? На, Адрианчик немножечко свалил и оставил нас с одних. Ладно, не получилось нам сделать то, что я планировала. И я думаю, сейчас мы Николь по-быстренькому отправим в одно место. Просто ради того, чтобы она это место знала. По-хорошему, надо туда отправить всех наших девчонок. Так вот, давайте Виолетту туда отправим. В общем-то, я вернусь к вам, когда Виолетта у нас посетит то место, в которое я хотела ее отправить. Итак, я решила, чтобы все наши персонажи у нас открыли локацию Силван Глейд. Точнее, я решила открыть Силван Глейд нашей Виолетточкой. И, в общем-то, мы здесь. Ура! Виолетта у нас отправляется... Что она? Она успеет ловить рыбу. Давайте пойдем ловить рыбу. И, в общем-то, последние минутки серии мы проведем за рыбной ловлей. Давайте сделаем вот так вот. Слушайте, посмотрите, как здорово. Реально, хоть клипы из этого делаю. Посмотрите, какие шикарнейшие просто виды. В общем-то, как у нас происходит отправка в Силван Глейд, если мы играем за другого персонажа. То есть, у нас эту локацию изначально открыл Адам. А Виолетта как бы попала туда через Адама. И там он сделал ей предложение, если вы помните. Как сейчас сделала я. То есть, у меня были доступны действия у дерева. Там всякое смотреть, там говорить, поливать. В общем-то, я делала все эти действия. И у нас появилось еще два действия. Это действие исследовать. И действие отправиться в Силван Глейд. То есть, мы могли как бы больше этого дерева не исследовать. А уже сразу смогли отправиться в эту тайную локацию. В общем-то, сейчас мы потихонечку будем опять в очередной раз зарабатывать денежки. Чтобы, собственно, нам стало доступно... Чтобы достроить, собственно говоря, наш второй этаж. Чтобы достроить наш домик. Чтобы, может быть, накопить на поход. Вот, на самом деле, я уже давно хочу наших симов отправить либо в поход. Либо, может быть, кого-нибудь отправить в Сильвадорадо. Например, Адама. У нас какие-то грибочки есть. Я очень давно хочу все это сделать. Но что-то мне все никак. Руки не доходят. И денег все время нет. Поэтому, конечно, нужно нам уже зарабатывать кучу денежек. Нужно вот так вот постараться. Все-таки первое поколение у нас добытчики. Я надеюсь, когда у нас второе поколение вступит в силу, скажем так, у нас уже не будет проблем с финансами. Я очень на это надеюсь. В общем-то, на самом деле, сейчас может быть не особо интересно все то, что у меня происходит. Но, блин, что поделать. Я учусь играть. Я начинаю. Я учусь. Это моя первая династия, как я уже вам говорила. Я надеюсь, что по ходу дела уже я смогу всему научиться. Я смогу научиться нормально играть в Sims. Так, давай, пожалуйста, это тоже выкопай, Виолетточка моя дорогая. Так, у нас тут появляются бревнышки с лягушками. В общем-то, я надеюсь, что вскоре у нас уже будет нормальное состояние, нормальный домик. И уже можно будет спокойненько заниматься сюжетом. Сюжет у нас пойдет, я думаю, как раз таки уже со второго поколения. И надеюсь, что у меня все получится. А сейчас, наверное, буду заканчивать серию. Наша Виолетта пока что будет тут все исследовать, выкапывать, отыскивать. И надо бы ее уже, конечно, отправить домой. А то уже что-то совсем не дело. У нас плохая гигиена. У нас не очень хорошее питание. Но, тем не менее, надо нам что-нибудь найти. В общем-то, теперь у нас Виолетта и Адам могут спокойно заходить в это место. Я, кстати, хотела отправить туда Николь на свидание с Адрианом. Но Адриан что-то у нас немножечко нам отказал. Да, Виолетта? Виолетта, почему лягушек не ищешь? Скажи, пожалуйста. Так, давай, пожалуйста, поищи лягушек. Кстати, пропала уже у Виолетты грусть. У Адама, к сожалению, грусть еще есть. Давайте Адаму назначим опять развить механику. Пусть развивает. Надо нам уже тоже попасть и в забытый грот тоже. Блин, на самом деле, вот вы посмотрите, у нас наши персонажи уже настолько долго у нас молодые, что это просто ужасно. Давай еще полови рыбку, пожалуйста. Так, она пошла смотреть клубничные кусты. Ну, смотри, смотри, я тебе не запрещаю. У нас, вы посмотрите, Виолетта молодая уже, блин, у нее 9 дней до взросления, она все еще молодая. У Адама 6 дней до взросления, он тоже все еще молодой. Наши соседи уже все взрослые. Вы знаете, что думаю? Я думаю, на самом деле, перестать давать нашим симам зелье молодости просто потому, что реально это невыносимо долго. То есть у нас молодой возраст длится 24 дня, а не 20, как это было раньше. То есть мы молодые уже 48 дней, и это на самом деле ужасно. Так что я думаю, что начиная со второго поколения я зелье молодости давать больше не буду нашим симам просто потому, что это реально долго. А вот сколько длится взрослый возраст, я понятия не имею. В общем-то, будем считать, что Адам и Виолетта у нас такие самые долгожители в династии, и на остальных у нас это распространяться не будет. Плюс ко всему наши соседи, они, получается, стареют и умирают намного быстрее, чем мы. Так что это, конечно же, не дело. Ладненько, ребят, я заканчивать буду серию. Виолетта у нас сейчас вернется домой, я ее отправлю домой, и уже будет она повышать наши потребности. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, оставляйте комментарии под этим видео, и не пропускайте новых серий. Всем спасибо за просмотр, всем пока!